Куда обращаться, если у вас прохудилась крыша или текут трубы в подвале? Кто отвечает за чистоту и ремонт общедомового имущества? В каких случаях стоит обращаться в ЖКХ муниципалитета, а в каких в управление жилнадзора? На эти и другие вопросы нам ответил в региональном надзорном ведомстве. Подробности у Артуром Кце. Начало весны, пожалуй, один из наиболее активных периодов для обращений и жалоб от населения по поводу некачественного оказания коммунальных услуг. В одном здании тающий снег напоминает о необходимости залатать прохудившуюся крышу. В другом холодные помещения остаются свидетельством недоделок управляющей компании при подготовке к отопительному сезону. Проблем, с которыми люди приходят в региональное управление жилищного надзора, множество. Нельзя забывать и о том, что далеко не каждый гражданин знает свои права. Вот и приходится кому-то подсказывать, кого-то направлять. После повальной приватизации квартир в ведении муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства стало значительно меньше объектов. Куда чаще люди отправляются за решением проблемных вопросов сюда, на Кирово-23 в Черкесске. Какова процедура обращений? Ранее мы работали по 294-му федеральному закону и также рассматривали обращения в рамках данного законодательства. Человек мог к нам прийти, собственник, написать заявление, также он мог к нам направить через электронную почту. Сейчас мы работаем согласно 248-му федеральному закону, в рамках которого заявители при обращении к нам подтверждают, дают согласие на обработку персональных данных. В своих жалобах на некачественное оказание того или иного вида услуг люди нередко путаются в организациях, которые, по их мнению, виноваты в проблеме. Где находится зона ответственности управляющей компании, а за какие сети отвечает ресурсоснабжающая организация. От этого порой зависит и оперативность устранения неисправности. Основным и главным моментом в разрешении данной ситуации является выяснение, кто является собственником. Если вопрос касается инженерных сетей, то есть, грубо говоря, до ввода в дом, то, что относится за пределами дома, это ресурсоснабжающая организация. В любом квартирном доме есть документы, которых можно увидеть границы, кому что принадлежит. Если это относится к общедомовому имуществу инженерной сети, то время содержания, если управляющая компания, конечно же, управляющая компания отвечает за надлежащее содержание. Понятно, что решение далеко не всех проблемных вопросов в сфере ЖКХ находится в ведении регионального жилищного надзора. Да и усилий представителей одного только этого ведомства, разумеется, не хватит для сглаживания всех острых углов. А потому только общими усилиями, в том числе жителей и управляющих компаний, можно добиться создания условий для комфортного проживания людей. Артур Макцель, Бастанов, Вести, Карача, Черкесия.